Друзья, сейчас я буду стрелять. Сейчас мы будем стрелять в Макара. Привет, друзья! С вами Виктор Посметев, Макар и наш 3D принтер. Скоро выпадет снег. И мы будем играть в снежки! Ты что-то лук показываешь. Поэтому мы решили сделать пистолет для снежков. Такой снежкомет. Но снега нет, поэтому тут приходится бумажка в виде снежка. Поэтому мы расскажем про него. Получилось! Некоторые делают снежкометы, я видел на ютубе, из большой трубы и живут резиновой, натягивают на полметра. И он стреляет. Но это огромные, неудобные снежкометы. Мы решили сделать именно компактный снежкомет, чтобы он умещался на одной ладони. Пистолет. С такими же характеристиками. Детские пистолеты не годятся, чтобы стрелять снежками. У них очень легкая пуля, 3 грамма. У нерфа пуля 1 грамм. А снежок весит грамм 20-50. Тяжелый. Вот тут у нас детский шарик. Поэтому для снежкомета нужно что-то более мощное, как лук. И лук стреляет уже тяжелой стрелой. Стрела весит 22 грамма вот эта. Это уже по мессе, как снежок. Но лук огромный по размерам. Полтора метра тут. И как его сделать компактным, чтобы он уместился на ладони? Это возможно. Лук основан на двух принципах. Это пружина и рычаг. Поэтому их и надо перенести в пружинный наш пистолет. Благодаря пружине и рычагу лук стреляет со скоростью 50 метров в секунду. А детские пистолеты порядка 10-15-20 метров в секунду. Обычная пружина не даст такую большую скорость движения пули. Поэтому, чтобы сделать снежкомет с большой скоростью, этот стреляет 30 метров в секунду. Я придумал три красивых инженерных решения. Первое решение это очень мощная пружина. На снежкомете пружина состоит из 22 пластиночек толщиной 1 миллиметр и размером 3 на 2, наверное, сантиметра. Их очень тяжело даже рукой сдвинуть. Поэтому здесь второе решение это рычаг. Рычаг здесь очень длинный. И варежный. По сравнению, по отношению к шарниру, 1 к 30. 5 миллиметров и 15 миллиметров. Поэтому он в 30 раз ускоряет. Скорость на пружине 1 метр в секунду, скорость на ковше 30 метров в секунду. И третье решение это очень хитрый шарнир. Как бы бесшарнирное соединение. Шарнир такой трене. Но это все можно проиллюстрировать на маленькой модели. Пружина, тяга к шарниру, шарнир и рычаг. Эта штука на кончике даже вот этого блока. Скорость 20 метров в секунду. Вот такая. Вот такая. Ой. Нет, не такая, а вот такая. Я проверял разные варианты пружинно-рычажных блоков. Более мощные, более слабые. Более мощные даже Маккар не может завести пистолет. Сейчас стоит такой слабоватый. Это настоящий прорыв в создании пружинного оружия. Я потом покажу. Я сделал еще несколько вещей. Плоский пистолет, например. Или, например, вот такой. Сейчас мы испытаем на Маккаре. А, неудачно. Нормально. Стреляет. Давай, Рей. Короче, стреляет очень классно. Ну, на самом деле, несмотря на то, что мощная пружина, он довольно слабый. Ему далеко до пневматического оружия такого там настоящего. Он, скорее всего, немножко сильнее, чем пружинный пистолет. Кстати, очень хороший пистолет, далеко стреляет. Поэтому он безопасный для детей. Но в другой стране с межки он хорошо. Больше 10 метров он с межки стреляет. Та же, как человек рукой. Давайте. Что, волосы стрельнул? Я застрелился. Да, я тоже стрельнул. Давайте поедем, испытаем этот снежкомет на улице. Да-да-да. Друзья, мы сейчас будем испытывать снежкомет. Мы приехали на заброшенный аэродром. Сейчас мы замерим дальность стрельбы снежкомета. Заряжаем. Короче, оставить там, где он нападет. О, сталь сомнен был. Да, вот тут стой. Стой. 13 метров расстояние. Мы померили. 13 метров. 13 метров. Сейчас мы будем стрелять на кара. Отлично. Очень здорово стрелять по людям. Сейчас мы проверим скорострельность снежкомета. Примерно один снежок в секунду стреляет. Сейчас мы будем стрелять по этой мишени. По этой коробке. Ага. Когда снежкомет заряжен, шарик лежит в половнике и не выпадает. Можно бегать, прыгать, а он не выпадет. Куда ты убежал? И сюда. Попрыгай. И покрутись. Не, ну это уже совсем. Если так сильно не прыгать, то он не выпадет. Все, стой. Все, отлично. Несмотря на то, что сейчас мороз, он не стал хрупким, не сломался. Даже вот эта ленточная тяга не рассыпалась. Да, что им можно нормально зимой стрелять. Я перебрал много вариантов пружинно-рычажного блока, проверяя разные конструкции и подбирая их параметры. Пока не нашел оптимальную конструкцию. Достаточно мощную, достаточно быструю. Вот так выглядит пружинно-рычажный блок изблизи. Батарея пластинчатых пружин. Шарнир трения. И тяга. И рычаг здесь 1 к 15. Все это печатается, как единый блок. Очень удобно. На конце рычага скорость 20 метров в секунду. А вот уже аналоги для снежкомета. Намного толще, мощнее. Такие уже, даже самый слабый, вручную не взвести. И просто так. Но принцип у них тот же самый. Снежкомет состоит из пяти деталей. Кружинно-рычажный блок. Ковш. Рычаг такой с удлинением. Рукоятка. Отбойник демпфирующий. И курок. Это все соединяется с помощью винтов. Вы тоже можете напечатать себе такой снежкомет на 3D принтере. В описании к этому видео я приложу файлы для печати. Друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить в следующих выпусках. На мой тоже. Пистолет, который вмещается в книге. Плоский пистолет. На мой тоже. Плоский пружинный пистолет. На меня тоже подпитываются. Золотые игрушки с пружиной и шестернями. Шестернями. Еще вентилятор. Двигатель. Пневматический двигатель. Визитка. Макар, ты стараешь его? Машина с таким двигателем. Из пандеры. И многое другое. Не забудьте подписаться. Макар, не забудьте прощаться. Всем пока. Сейчас я буду стрелять из снежкомета. Макар взводит снежкомет. Там специально слабая пружина сейчас ставит, чтобы у него получилось. Ему мешает каска. Что-то ни разу так и не получилось. Сейчас Макар тоже стрельнет из снежкомета. Да, набережали. Туда стреляй. Телек? Нет, вот туда. А он туда? Хорошо. Еще раз. Раз, два, три. Тей, не на меня, не направляй. Сейчас мы будем стрелять в папу. Видал? Прекрасно. Чуть-чуть. И поддается. Телек. Слухи не попадешь. Ах, я говорила. Вот. Оп! Видал? Ты видишь, куда я попал? Посмотри! Ну да, прямо в центр! Да! Видишь, какой я стрелок? Ладно, хороший! Как-то хороший! Оп! Попал! Сейчас... Я буду стрелять! Ну ты должен был сказать, почему я говорю! Давай три! Дай, я хоть... Прятайся! Ну ты сейчас на камеру натянешь! Так! Ладно!